Тем временем член областного избиркома от КПРФ с правом решающего голоса Валерий Песенков успел уже дважды отказаться подписывать итоговый протокол. Он заявил о ряде нарушений в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов. Сжали до предела сроки проведения подсчета итогов голосования, приводили к техническим ошибкам. Эти и другие факторы позволяют не усомниться в том, что представленные в протоколах и в сводных таблицах статистические данные, данные избирательной кампании, что они соответствуют действительности. Напомним, Зюганов набрал в пряморе менее 17% против путинских 62%. Остается непонятно, могли ли эти результаты кардинально измениться, если бы голоса подсчитывались дольше. Председатель Амурского избиркома Николай Неведомский, кстати, отметил, что во время работы комиссии Валерий Песенков сам до двух часов ночи принимал протоколы и замечаний с его стороны не было. Вчера, значит, этот же член комиссии, который сегодня высказал свое особое мнение, подал заявление о том, что он не будет подписывать протокол. Потом его отозвал. Ну, мы видим, что и на, скажем, российском уровне, да, вот позиция комиссийской партии, она такая, значит, на сегодняшний день какая-то непримиримая. Ну, наверное, это связано все как раз с позицией чисто партийной. Интересно, что лидер КПРФ и бывший кандидат в президенты Геннадий Зюганов также накануне заявил публично, что не признает результат общероссийских выборов.